Ну а в Апатитах теперь есть поляна сказок. На площадке за Домом детского творчества появились царь-царицу, мастерица-рукодельница и другие герои. На поляну пришли дети и взрослые, чтобы принять участие в семейном празднике в честь открытия нового сказочного проекта. Сказки, как старые друзья, их надо навещать время от времени. Это слова американского писателя-фантаста Джорджа Мартина. Для работников Апатитского Дома детского творчества это высказывание стало девизом их деятельности. В этом году педагоги совместно с предпринимателями начали притворять в жизнь новый проект для семейного досуга. Это поляна сказок в парке за Домом детского творчества. Здесь воют русские хороводы, поют потешки, играют в ручеек, прыгают через веревку и учатся полезному. У нас такая идея, уже лет пять, наверное, мы стараемся, мы эту территорию даже закрепили за собой. И каждый год, когда лагерь сюда выходим, ставим палатки, разжигаем костры, потому что наши дети, живя вот рядом с лесом, не могут ни палатки ставить, ни костры разжигать. Поскольку это полянка, это Иван Саревич, поскольку это полянка будет у нас... Полянка собирается быть охраняемая, то есть это у нас не бесхозное что-то. Мы сегодня будем показывать всю красоту русского народа, да, все наши, да, и быт, и наши развлечения, и то, как вообще люди себя могут показать, то есть что мы можем... И обязательно расскажем, что мы живем в Лапландии. У нас будут бананы с шоколадью, печеные на костре. Калдуй, баба, калдуй. Вот так вот. Ну, конечно, это современных саамов, такая еда на природе, все мы на природе любим делать. Так что было вкусно и сытно. Вот это у нас бананы в шоколаде. За бананами в шоколаде к волшебнице самки выстроилась очередь из детей. Но чтобы получить лакомство, нужно разгадать загадки. Сквозь землю прошел, красную шапочку нашел. Волк. Юмористы, еще. Пока не отгадайте мою загадку, не попробуйте мое лакомство. Загадки были разные. Про грибы, про оленей. Без сладкого не ушел никто. Мы тоже угадали загадку про олени рога и получили сладкий приз. Довольно неплохо. Наряду с вкусным удовольствием, здесь еще и эстетическое удовольствие. Рядышком плетут косички. Я разделяю руками ряды. В этой косе три ряда. Это называется испанская коса. Она отличается, что она плетется не внутрь, а на выворот. Поляну сказок дети представляют по-разному. Своё видение они выразили в рисунках. Здесь живут различные персонажи. Красные акулы, рыбы, волшебные мотыльки, жар, птица, рыба, царь морской. Тут весело очень. Особенно сейчас, в данный момент. Вам хочется, чтобы это была поляной сказок всегда? Ну да, да. Да, вполне. Идем. А вот и план проекта. Здесь будет избушка на корнях ножках. Но сначала нарисовали с детьми. Вот она у нас здесь есть. Печка хорошо бы стояла. Кувакса. Мы сегодня встречались с нашим мэром. И он сказал, всё будет, не волнуйтесь, всё замечательно будет. Мы ему верим. Сказка ложь. Да в ней намёк. И эта пословица не единственная в проекте. Мы изучаем пословицы-поговорки. И вот мы выбрали, что лиха беда – начало. Любое действие всегда начинается сложно. Но если общими усилиями, можно прийти к результату. Лиха беда – начало. А начало, как отмечают участники праздника, очень даже хорошее. Правильно я говорю? Да. Мы надеемся, что организаторам удастся воплотить свой проект. И поляна сказок порадует нас снова. Продолжение следует.